Фестиваль театров кукол-муравейник умеет удивлять не только качественными постановками, но и встречами с интересными людьми. В воскресенье вечером в Ивановском театре кукол состоялся мастер-класс Екатерины Михайловны Образцовой, заслуженной артистки России, режиссера Государственного академического центрального театра кукол имени Сергея Образцова. Мало того, что это хорошая актриса очень и замечательный режиссер, вот природа не отдохнула на внучке Образцова и так вывела ее снова на эту профессию, на профессию кукольника. И, конечно, рассказывать о том, ведь Образцов великий человек, который открыл для нас целый огромный мир профессионального театра кукол в России. И это интересные и очень личные рассказы, очень трепетные рассказы человека, который близко общался с Сергеем Владимировичем. Это всегда очень интересно. А кроме того, Екатерина Михайловна очень интересный человек лично. Екатерина Михайловна в Иванове не первый раз. Она приезжала на «Муравейник» два года назад и уже делилась секретами мастерства с коллегами, а также смотрела здесь спектакли. Фестиваль очень вырос. Я говорю, сейчас вообще по другим городам, по всем очень растут фестивали. Совершенно другой уровень, совершенно другой уровень оценки. Все равно, вот там, я знаю, экспертный совет делать замечания, правильно? Но это не замечание безысходности, когда, ну, надо что-то сказать, тут так плохо. А это когда очень хорошо и хочется еще помочь, помочь еще выше и дальше. Более того, в городе Невест была и мама Екатерины Михайловны. Театр «Кукол Образцова» давным-давно давал здесь большой концерт. На память о той поездке остался старый Ивановский комод. Она мне столько рассказывала про Иванова. Они очень подружились с местными актерами тогда. Они все вечера проводили вместе, они дружили. Ее мамы были самые интересные. Она даже стихи написала про Иванова. Так и впечатлил ваш город. И даже дома у меня стоит комод купленный, какой-то старый, который мама купила на каком-то развале. Вы знаете, старой мебели. Естественно, зашел разговор и о Сергее Образцове, и тех традициях, которые он заложил в театре. Какие спектакли теперь можно считать образцовскими, а какие нет – вопрос интересный, в котором разобраться не так просто. Сам Сергей Образцов нередко говорил. Там, где живут традиции, мертвы идеи. И вроде как отказаться от этих традиций было бы совсем неправильно. Только нужно, видимо, их правильно понимать и изучать. Мне кажется, что в первую очередь все, что талантливое, все, что сделано со вкусом, которое у Сергея Владимировича было абсолютное, как абсолютный слух, все, что придумано здорово – это все образцовские традиции. И подход его к спектаклю. И вот это надо изучать и понимать, что такое есть традиция. Екатерина Михайловна много рассказывала о себе как режиссере и делилась интересными подробностями. Например, как мстил ей первый ее спектакль «Пиковая дама», поставленный в театре кукол Образцова. Когда там, наконец, выставились все декорации, и я, увидев восторг от этой талимовской декорации, сказала «начали», я поняла, что я превратилась в какого-то киборга, в какого-то... И перед глазами только зеленое. Меня законтачило между лампой и микрофоном. И через меня шел ток. Приезжала реанимация с какими-то там утюгами. Говорят, такого цвета лица никто не видел. Но, слава богу, все это обошлось. Я боялась давать кардиограмму, сделать себе, потому что боялась тока уже просто электричества. Но все это прошло. Подошел наш начальник тогда, главный осветитель, который поставил эту лампу, вышедшую из ГОСТа, и сказал «Но у вас крепкие нервы, Екатерина Михайловна. Другие не выдерживают». Хотя, говорит, было всего-то 220. Но, говорят, для электриков это действительно мало. Но, вообще, это вредно. Я думала, у меня, может, какие особые, говорят, открываются способности после таких дней. Ничего не открылось. Все осталось на своих местах. Но это вот пиковая дама. У нас там в Сирине чего-то не случалось совсем. Интересных моментов на этой встрече было еще много. И слушать Екатерину Образцову хотелось бесконечно. Если бы не насыщенная программа «Моровейника», где расписана каждая минутка. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.